Субтитры делал DimaTorzok Чем будет популярнее видео, тем больше я буду рассказывать этих самых историй И тем чаще я это буду делать Потому что это такие правила Ютуба Если ты не в тренде, то твои видео никто не будет смотреть И люди не узнают, что есть такой классный СМР-щик, как я А я бы очень хотел, чтобы все узнали Поэтому спасибо вам, ребят, за помощь В любом случае, за лайки, за комментарии, за поддержку Но сегодня, конечно же, не об этом Сегодня будем рассказывать разные истории с детства И сегодняшняя история, она будет посвящена всяким разным вкусняшкам Которые мы ели в детстве Ну, по крайней мере, которые я ел в детстве Не знаю, как остальные дети Вот, и начинается моя история с того момента, как наступает весна Сейчас, кстати, весеннее время тоже Вот, и, в общем, когда наступала весна У нас во дворе, ну не у нас во дворе, у нас была еще куча дворов разных И был еще детский садик Был у нас рядышком, недалеко детский садик с домом И вот в этом детском саду, там, на окраине возле забора и так далее Росли фруктовые деревья По большей части там росли вишни и абрикос Ну, так же, какая-то слива там и так далее И как раз, когда наступала весна Понятное дело, что никаких там вишен еще не было Ничего такого не было Но именно на деревьях, на коре, на вишне Были вот такие, я знаю, из густочки смолы Или клей Я не знаю, как мы это называли Мы это называли вишневым соком Это был вишневый клей Или, ну, как бы, такая субстанция Наверное, многие дети меня поймут сейчас Да, многие взрослые, точнее, которые были детьми Ели, пробовали эту штуку Мне кажется, что современные дети вряд ли будут жрать то, что они найдут на коре дерева Но мы были не совсем современные Поэтому это было вкусно даже, я могу сказать То есть мы отрывали вот эту вот смолу Да, вот эту смолу отрывали И мы ее как-то грызли Вот, я помню, что она была твердая сверху А внутри она была такой, ну, мягкой и липкой Вспомните сейчас этот аромат Вспомните сейчас этот вкус и запах Это, конечно, было круто По самом деле, не могу сказать, что она прям такая вкусная Капец Вот, но Это было разнообразие какое-то, потому что ничего вокруг вообще не было А что-то хотелось сожрать Конечно, мы Тех, у кого деньги были Да, там, или как только у нас появлялись какие-то деньги А деньги мы, кстати, помните, как собирали, да В те времена, помните, да Мы бутылки сдавали Ходили и искали бутылки по дворам Это было нормально, абсолютно адекватно Когда дети бегали по дворам Искали пустые бутылки И ты мог забрести, например, в какой-нибудь чужой двор И собрать там бутылки А тебе могло потом прилететь люлей За то, что ты не в своём дворе собираешь бутылки Вот От местных пацанов Но мы собирали бутылки Какие могли, самые, кстати, крутые были бутылки Это были бутылки из-под пива Из-под водки бутылки тоже принимали Но из-под пива, по-моему, бутылка стоила 5 или 10 копеек, если я не ошибаюсь А из-под водки Пустая бутылка стоила 1 или 2 копейки То есть совсем-совсем мало Некоторые бутылки даже самые чёткие Там самые красивые, самые целые Принимали по 15 копеек Вот Если на бутылке были какие-то бока, там повреждения и так далее То их там принимали по 5, по 7, по 10 копеек Тогда у нас были монетки 5 копеек, 7 копеек Я, кстати, живу в Украине Поэтому я буду говорить именно про украинскую гривну На то время у нас уже была украинская гривна До гривны у нас были денежные купюры, которые назывались Как же они назывались? Господи, дай бог памяти Я помню, что все были миллионерами Они были очень-очень дешёвые, эти деньги Вот Карбованцы или как-то так, короче То ли тысячи какие-то Блин, как же они назывались? Я забыл, капец Ребята, пишите в комментариях, кто из Украины Кто помнит вот эти вот деньги, которые были до гривны В общем-то Единственное, что я помню, что они были очень-очень такого Не знаю, бумажного формата Все были бумажки И были такие, такого красного всякого цвета То ли То ли тысяча, не знаю Ну, короче, я не помню, честно Я их особо не застал Я был тогда ещё совсем-совсем маленьким Вот Но Опять же Я застал на гривны Я помню, как начинались эти копейки и так далее И поначалу гривна была достаточно крепкая По отношению к доллару даже Вот И Вот я же говорю Одна бутылка, да Сдать её стоила, ну, фактически, там Пять копеек, там, или десять Грубо говоря За Десять копеек Можно было купить две пачки Две жвачки турбо Две жвачки турбо То есть одна жвачка турбо стоила пять копеек Я, кстати, когда вспоминаю про жвачки турбо У меня язык чешется И зубы сразу начинают дёсна Как будто бы я её пожевал сейчас Эту жвачку И мне кажется, это будет до конца жизни Чувство меня преследовать Когда Я буду вспоминать про жвачки турбо Потому что жвачку турбо Кто ел у того сейчас реально, блин Вот это ощущение, оно просто непередаваемое Когда ты Её начинаешь жевать И она такая сладкая-сладкая Прям аж приторная Вот Через полминуты Она уже никакого вкуса Вот На ней уже нет никакого вкуса Как будто режуёшь Не знаю, какой-нибудь кусок бабушкиного тапка Вот И Она уже совсем твёрдая становится Ты когда её живёшь Тебе надо усилия делать Чтобы её разжевать И, конечно, когда ты её только клал в рот Она была вкусненькая И тебе, чтобы её разжевать Надо было прям нереальное усилие Сделать И она прям впивалась в твои дёсна Какие-то жвачки Вот Помню, у нас собирали Как раз вот эти вкладыши турбо С машинами, с разными, крутыми Там и так далее И у нас ребята собирали Я, кстати, не собирал особо эти вкладыши Я их Менял на что-то Кстати, в те времена у детей были Очень ярко выражены Вот эти вот торговые отношения В формате обмена Поменять можно было Что угодно на что угодно То есть Если у тебя было что-то ценное Ты мог выйти во двор И там Чё-то набарыжить себе за это То есть, например У тебя была наклейка На могучие рейнджеры Вот И ты выходил во двор И мог поменять её Например, на 10 вкладышей турбо А 10 вкладышей турбо Ты мог поменять Там, например, я не знаю На 2 яблока вкусных Вот Так что Вот такие были торговые отношения Менялось всё на всё Были времена достаточно Не могу сказать, что голодные там сильно Но они богатые, так скажем Вот И лишних денег, как правило В семьях не было И, как правило, во дворах У нас ребята бегали голодные, холодные Но я имею в виду То не было каких-то сильных Там Моментов Когда Детям давали там В школу Много денег И мы могли там себе Что-то позволить Купить сильно Максимум, что мы могли Опять же, повторюсь Пойти собрать бутылки Насобирать мелочи Какое-то И купить там себе Лимонадо Либо купить себе Там Какого-то Какую-то жвачку Там Или пачку Ролтона Да, у нас тогда Это называлось Мивино У нас сейчас, кстати, тоже До сих пор есть Мивино в Гарькове Есть завод По производству Это вермишели Но один хрен Шерлтон Шумевино Примерно одинаково Плюс-минус Лапша быстрого Приготовления То есть Как-то вот так Вот Это тоже было Одним из наших Лакомств Вот То есть Наверное В топ-10 Выходили Жвачки Турбо Чупа-чупсы Я помню Это была просто Мега популярная Тема Мы очень любили Покупать себе Чупа-чупсы Чупа-чупсы Стояли дороже Чем конфетки Конфетки Стояли, по-моему Тоже по 5 копеек По штучным Продавались в киоске Вот Но я знал Очень крутую фишку Что Если ты хотел Сэкономить Ты мог скинуться С пацанами Пойти на базар И купить Например Сто грамм конфет Попросить мятных Помните Вот эти мятные конфеты От которых Выносило Просто Все И она была Настолько ядерная Что у тебя Пробивало нос Что ты Прям Свежим своим Дыханием На 3 метра Вперед Дышал И Мы шли на базар Там были такие прилавки Лотки На которых продавались Всякие конфеты Печенье И так далее И на 1 гривну Ну вот мы скидывались Там кто сколько мог И на 1 гривну Я покупал Грубо говоря Там 100 грамм конфет И вот 100 грамм конфет Там было где-то Штук 30 или 40 Конфет По сути Ну не могу Может где-то ошибаюсь Но реально Их было больше Чем если бы ты покупал На эти деньги По штучным бы их Вот И мы покупали В складочную Эти конфеты И делили их потом Сколько кто там Скинул денег Мы примерно Прикидывали И делили Там как-то Еще мы очень любили Конечно Семечки есть Вот Помните Вот эти вот Семечки Которые бабушки Продавали В стаканчиках На остановочках Сейчас уже такого нет Наверное Хотя может быть И есть Но сейчас Все семечки Которые я покупаю Они в пакетах Уже расфасованы И раньше Никто бы не мог Подумать Что как это Семечки Будут фасовать В пакеты Как это вообще Возможно Это же Вообще Какой-то нонсенс Вы что Вот И Это было Лакомство Тоже Просто шикарное Когда у тебя Например Бабушка Там где-то С огорода Привезла семок Ты их нажарил Насолил Вот И выносишь Во двор Там огромный Огромный Пакет семечек И все К тебе подходят Типа Дай семок Ты такой Ладно Подставляй Карман И в карман Отсыпал Семечки Часто Тоже Бывало Подходил К ребятам Знакомым Попросил Семок Это нормально Было Попросить Семечек Где-то У себя В дворе У кого-то Тебе Ну Не могли Отказать По сути Потому что Если человек Отказывал Он становился Шлабом Либо Человек Выворачивал Карманы Коври Вот У меня Там Последняя Жменька На тебе Там Пять Семечек Или Шесть Либо Человек Говорил Типа Не дом Все Отстань Тогда Он особо Не Поязался Популярностью Исключался Из круга Общения И Ходил Себя Сам Потом По себе Поэтому У нас Реально Были Понятия Такие Что Если Ты Не Поделился То Ты Лошара Чпушара И так Вот Потом Что Еще Там Было Вкусно Вот Роллтон Мы Любили Покупать Просто В упаковках Каши Всыпать Туда Соль Приправу Есть Тупо Сухим Он Был Как Чипсы Для Нас Чипсы Нам На чипсы Денег Не хватало Нам Хватало Единственное Что Когда Начали Появляться Вместо Чипсов Вот Эти Вот Всякие Картошки Типа Жареная Картошка В Тоже То есть В стиле Она была Тоже Хрустящая Вроде Как Похожая На чипсы Но Стоила Реально Там В три Раз Дешевле Вот Еще Я очень Любил Есть Сметанники У нас Возвешколы Продавали Просто Восхитительные Сметанники Они Были Просто Сочные Жирные И Здоровенные Причем У нас Было Два Киоска Возвешколы Стояло В одном Киоске Продавали Сметанники Разница в 5 копеек Можно было Сэкономить 5 копеек Но Когда ты покупал Сметанник За 45 копеек Он был Сухой Как подошва Один раз Я там Купил Сметанник И просто Разочаровался В этом Киоске Вот И потом Мы покупали Только Лишь по 50 копеек Вот То есть Разница В 5 копеек Было Совершенно Диаметрально Противоположное Качество Продукции Вот Еще Иногда Меня мама Отправляла На базар За печеньками Вот Это было Прекрасное Время Когда тебе Давали Ну 5 или 6 И говорили Пойди Купи Каких-нибудь Там Печенек Ну Можно было За 5-6 Купить Полкилограмма Там Где-то Нормального Печенья Нормального Что Типа Печенья Там Мозаика Или Союзное Продавалось Тогда Печенье Вот Мозаика Это Песочное Печенье Было По-моему Еще Всякое Разное Там Начинало Продаваться И я Помню Деньги Идти на Базар В общем-то Я Всегда Бегал На Базар Довольный По-дороге Умудрялся Как-то Развязать Пакет Таким Образом Чтобы Не было Видно Что Он Завязан Туда Оттуда Тырил Пару Печенек Завязывал Обратно И Как Ну Может Я Продавщицу Просил Не Завязывать Я Уже Не Помню Честно Но Сам Факт Был Такой Что Я По-дороге Тырил Пару Печенек И Они Оседали В моем Счастливом Детском Животе Приходя Домой Я Отдавал Честно Пакет Маме Она Мне Там Выделяла Тоже Несколько Печенек И Мы Сидели Там Смотрели Какой-нибудь Там Мама Смотрела Кино Я Мог Отойти По Своим Детским Делам Я Не знаю Почитать Книжку Какую-нибудь Что-то Еще Были Хорошие Времена На самом Деле Действительно Так Иногда Мама Вечером Приносила Какие-то Вкусняшки И Помню Когда Начинал Скребся Ключ В замке Я уже Бежал К маме Спрашивать Что же Она Такого Вкусненького Сегодня Купила И Я Совершенно Точно Так же Понимаю Моих Детей Которые Бегут Меня Встречать Спрашивают Что Купил Папа Готово-ягодные Деревья Расти То есть Расцветать Да Потом Завязывались Какие-то Абрикоски Яблочки Мы Конечно Обсаживали Эти Абрикосы Ели Прям Зелеными Я До сих пор Помню Вкус Зеленых Абрикосов И Это Было Очень Вкусно Они Были Кислые Но Мы Реально Ели Компет Сколько Кидались Ими Косточками Бросались Были Такие Белые Белые Косточки У них Они Еще Были Недозревшие Потом Абрикосы Начинали Зреть И Мы Уже Кушали Именно Зозревшие Вкусные Абрикосы Я Приносил Несколько Раз Домой Абрикосов На Компот Но Мама Почему-то Их Забарковала Сказала Что Они Мелкие Наверняка Разве Возле Дороги И Что Их Лучше Выпросить Еще У нас В школе Были Вкусные Пирожки Конечно Не такие Вкусные Как Сметаники Но Они Были Достаточно Недорогие То есть У нас Я помню Где-то Копеек 35 Стоила Булочка С корицей И 25 Копеек Стоила Такая Восьмерочка С сахаром Присыпанная Сверху Ну Это Было В принципе Прикольно Тоже То есть Вот В столовой Я тоже Любил Покушать Эти Булочки Иногда У меня Был Булочки Она Сдала Мою бабушку Немножко Каким-то Там Боком Я не знаю Вот Иногда Я брал На веру Так сказать Говорил Что Я потом Отдам Вот Бабушка Приходила И потом Рассчитывалась И Конечно Мы Просто Обожали Всякое Разное Мороженое Тогда Много Не было Видов Мороженое Я помню По крайней Мере Было Несколько Видов Было Мороженое Конечно В стаканчике То есть Пламбир Шоколадное Либо Белое По 50 копеек По-моему Кстати Стоило Тоже Или по 70 Не помню Точно Было Также Мороженое Снеговик И Было Мороженое Плодово-ягодное В стаканчике Плодово-ягодное На палочке В шоколаде Ну Конечно Каштан Вот И Самое Любимое Мороженое Мое Это Было Снеговик Потому что Он стоил Как раз По-моему То ли 45 копеек Короче Он стоил Дешевле Всех А у нас Именно возле Школы Поставили Киоско С мороженым Совпадение Ох Не думаю Мы в этом Киоске Покупали Очень часто Когда Летом Шли Домой За школы Какой-то Семороженое Зависали Где-то Там На турничках Рядышком Ели Мороженое Подтягивались Там Дергались Дрыгались Как-то Показывали Как-то Как-то Трюки И Было Это Очень Конечно Классно Ну Вот Тем не менее Конечно Я Как все дети Не очень Любил Обеды Дома И Особенно Не любил Я Всякие Супчики И Борщики Поэтому Наверное Рекомендуют Не заводить Детей Когда Вот знаете Как Когда ты Заводишь Детей Когда Ты еще Молодой Да Вот Я имею Ввиду Что Тебе Там Двадцать Лета Ты Завел Первого Ребенка Вот Он Растет И Ты Как-бы Еще Не забыл Все Вот Эти Моменты Которые С детства В детстве У тебя Были И Ты Можешь Этого Ребенка Понять Понять Какие-то Его Мотивации Понять Какие-то Его Поступки И Не Ругать Его Сильно Потому Что Вспомнить Можешь Себя Какой Ты Был В детстве Как Ели Абрикосы Бегали По Дворам Лазили По Деревьям Ты Можешь Это Понять И Как Сделать Какие-то Выводы Вот Такое Сегодня Было Видео Друзья Про Детство Надеюсь Вам Понравилось Спасибо Всем Большое За просмотр И Всем Пока Спасибо Тебе За Просмотр Надеюсь Видео Тебе Понравилось Если Это Так То Ставь Лайк И Подписывайся На Канал А Также Бей В Колокол Если У Тебя Есть Вопрос Или Предложения С Если Хочешь Поддержать Канал То Ссылочка На Донат В Описании Рад Был Помочь Тебе Расслабиться До Новых Встреч